Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, обзор самых интересных новостей на Puzzle English за неделю и англоязычных мемов в придачу. Напоминаю, зачем мы все это делаем. Каждую неделю на Puzzle English выходят десятки разных упражнений для разных навыков английского. Чтобы вас не завалило этим обилием контент, а также чтобы вас раззадорить, подтолкнуть к изучению английского, я делаю этот дайджест, где собираю самые интересные материалы из каждого раздела Puzzle English. Ну и немножко приправляют англоязычными мемами, потому что почему нет? Каждую вторую среду марта в Великобритании проходит No Smoking Day, день без курения, когда курильщикам в очередной раз напоминают о том, что курить это вредно и чем не повод бросить именно сегодня. Ну а мы давайте посмотрим, как сами британские курильщики относятся к этому дню. Как так выходит, что про то, что сегодня No Smoking Day, вечно узнаешь именно в этот самый день, когда две сишки уже выкурил. Хоть бы раз случилось завтра No Smoking Day, ай ладно, всегда есть следующий год. Запоминаем выражение how come, как так вышло, и фразовый глагол find out, выяснять что-то. Вот что я вам скажу в No Smoking Day с тех пор, как я бросила, я сэкономила в общей сложности нихрена, так как потратила все на еду. Grand total, общий итог, финальная сумма чего-то или, если вы экономист, совокупный итог. Твит для поклонников Friends. Не будь Чендлером, который курит, будь Чендлером, который слушает своих друзей и бросай курить. По хэштегу No Smoking Day можно найти очень много предложений от волонтеров, которые помогают курильщикам справиться с их зависимостью, поэтому, если давно хотите, но не знаете как, воспользуйтесь случаем. А в США пользователи Твиттера делятся историями по хэштегу Why I was blacklisted. Почему я был забанен, заблокирован или добавлен в черный список. Речь идет не только об интернет-сайтах, но и об авиакомпаниях, например. Я постоянно приходил в хипстерскую кофейню на районе и заказывал большой, обезжиренный фрапучино. Если вы говорите о каком-то месте, которое находится в вашем районе, просто добавляйте к нему neighborhood. За разрезание пирога вот так. Напился и вырубился еще до взлета. Откидной столик был открыт, я не был пристегнут, а спинка кресла не была в вертикальном положении. Столько полезной самолетной лексики в одном твите. Take off. Взлет. Tray table. Откидной столик. Seat bout. Ремень безопасности. Ну и фразовый глагол pass out в данном контексте означает отключиться или вырубиться. И не обошлось без нашей уже любимой темы. Я хотел белый список, потому что черный звучит по-расистски. Наконец-то флешмоб, в котором хочется поучаствовать. Люди со всего мира убирают мусор в разных уголках планеты, а потом выкладывают результат в соцсети с хэштегом trash tag. Вот вам новый челлендж за скучавшие подростки. Сфоткайте место, которое не помешало бы прибрать или привести в порядок, потом сфоткайте его после того, как решите как-то эту проблему и опубликуйте фотки. А теперь самое важное, ради чего мы все здесь собрались. Что вышло новенького на пазл инглиш до эту неделю? Сэм разбирает английский в игре GTA San Andreas, у которых всегда были с этим проблемы. То они просили углепластик что-то там охладить, то сокрушались, что все потрачено. Если музыка, что играет сейчас, заставляет твое сердце биться чаще, значит мы с тобой на одной волне, на волне Radio San Andreas. Зачем хип-хоп-исполнители тратят десятки тысяч долларов на простыни? Откуда среди них так много лилов и почему Трамп такой? Вряд ли вы задавали себе эти вопросы раньше, но сейчас должны быть заинтригованы. Скорее же открывайте видео Насти на эту тему. Если первые два видео из нашего дайджеста вызвали у вас реакцию, что тут черт побери происходит, то специально для вас у нас вышел видео пазл Суетник Хьюстон, потому что пазл инглиш для всех поколений. В английском есть целых шесть способов сказать обычный. Если вы думаете, что вам достаточно одного, то вы ужасно заблуждаетесь. Так что смотрите урок Леры и запоминайте все шесть оттенков обычного. Спойлер, у нас есть одно предложение, в которое мы будем вставлять наши слова и разбираться, как меняется значение всего предложения. Хватит затирать до дыр все три части «Друзей Оушена». Лучше переключайтесь на наш подкаст о великом ограблении поезда, которое произошло в Британии 56 лет назад, но до сих пор будоражит местное население. Учимся сплетничать по-английски. Незаменимые «А он что? А она что? А ты видел? А что она им сказала?» и другая полезная лексика для обсуждения чужих бывших в транслейте «Новая девушка». На сегодня это все. С вами была Настя из необычного места, в котором нам придется провести с вами не один дайджест лучшего по-английски за неделю. Заранее прошу прощения, если что-то не так было со звуком или светом, я не взяла сюда нашего оператора Макса, поэтому приходится выкарабкиваться самой. Успехов вам в изучении английского. Бай-бай. Куда бьет свет? Дырка в потолке. Дырка в потолке.